Сегодняшний герой интервью Мухтар Джакишев. Видео с его участием набирают наибольшее количество просмотров на канале Байтасов Лайф. На восьмом по счету интервью спикеры затронули тему январских событий. Мухтар Еркинович поделился своим мнением о дальнейшей работе правительства и мерах по восстановлению безопасности в стране. Дорогие друзья, всем привет! В эфире очередной выпуск программы Байтасов Лайф. Сегодня, как мы и обещали, у нас запись интервью с Мухтаром Джакишевым. Мухтар, большое спасибо, что согласились принять участие, откликнулись на просьбы моих подписчиков. Очень многие обращались ко мне, именно хотели знать ваше мнение по событиям, трагическим событиям января. Вот и мы даже объявили в соцсетях, что вы будете у нас в гостях и собрали огромную массу вопросов и даже сейчас ее вот вместе с моим помощником разбили по сегментам. Эти вопросы тоже в течение беседы, в течение интервью я вам обязательно задам. Ну и в первой декаде января, что делали, как восприняли первые сообщения о том, что происходит в Алматы и вообще в Казахстане в целом? Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я рад опять присутствовать здесь на интервью у Армана. Вот те события, конечно, которые произошли, они обязательно требуют оценки, и я не мог не высказаться по тем событиям, которые произошли. Значит, начало января, ну, тут ко мне приехали дети, внуки, но, к сожалению, в самом начале января я заболел, заболел коронавирусом. Второй раз уже, да, получается? Да, второй раз, но первый раз я болел в 20-м году, вот там как-то так бессимптомно прошло, в этот раз немножко это самое, я почувствовал, что я заболел коронавирусом, да, первые четыре дня была очень высокая температура, потом слабость такая и так далее, но до сих пор немножко остаточные явления остались, вот, поэтому вот все эти события практически, которые произошли, я проболел, находился на изоляции у себя дома, вот, так что это вот на вопрос, где я находился эти события. Хорошо. Первое впечатление, вот, когда вы начали понимать, что начались протесты, понятно, сначала в Мангустау, да, по известной причине, по поводу цены на газ, ну, это выступило, так скажем, спусковым крючком, да, и потом, когда в городах Казахстана стали поддерживать митингующих в Мангустау, а потом это перейдлось уже в протесты, реальные протесты, в нашем городе, в Алматы, вот, 4 января уже такой большой митинг прошел в районе Алматы-Арена, еще тогда соцсети работали, вы уже, наверное, все видели. Нет, конечно, за этим следил. Вот, что вы думали, и как вы считаете, что явилось все-таки, ну, таким вот спусковым крючком, потом, понятно, там, сейчас все говорят, что это цены, но дело же не только в цене на газ в Мангустау, да, у нас-то газ стоил по цене 50 тенге никогда и не стоил, я не помню, когда он стоил в последний раз, он стоил в районе всегда 100-120, по-моему, в Алматы. Что явилось, вот, по большому счету, спусковым крючком вот этих больших волнений, по вашему мнению? Ну, по большому, вот, смотрите, основной причиной того, что недовольство выплеснулось на улице, является невозможность донести свое недовольство через нормальные конституционные механизмы, то есть через парламент и так далее. Вот, это приводит к тому, что, поскольку, как бы, у людей нету такой возможности через своих представителей в парламенте донести свои проблемы, то они доносятся только путем митингов. Это очевидны, чисто говоря, общественно-политические законы, да. Вот, если говорить о самих событиях, да, ну, опираясь тоже, опять-таки, только на объективные факты, да, существовали мирные протестующие, существовали правоохранительные органы, то есть изначально ситуация развивалась по стандартному сценарию, протестующие вышли на митинг, правоохранительные органы пытались остановить этот митинг. Вот, потом происходит уже событие, которое выводит и превращает вот этот мирный митинг уже в насильственный мятеж, да, то есть появляется третья сила, причем перед появлением этой третьей силы агрессивно настроены, разрушены, направлены ни на какие политические требования, направлены просто на разрушение, перед появлением этой третьей силы правоохранители покидают свои посты. То есть, понятно, за организацией этих третьих сил стоят люди, обладающие властью, потому что кто-то должен был дать команду правоохранителям, и самое важное, что они должны были выполнить эту команду. Вы не могли дать такую команду, я не могу дать такую команду, поскольку нас никто не послушает. Поэтому здесь совершенно очевидно, что за третьей силой стояли люди, облеченные властью. И именно наличие этой третьей силы перевело митинг из такого традиционного для нас русла, да, перевело митинг и придало ему уже насильственные формы. Вот, и основная проблема, конечно, и основной детонатором вот этих последующих трагических событий, в результате которых погибли наши с вами соотечественники, явилось наличие этой третьей силы. Если вы посмотрите на многие города, где эта третья сила себя не проявила, там митинги закончились традиционно, без всяких погромов и жертв. Они произошли именно там, где появилась эта третья сила. И поэтому совершенно очевидно, да, необходимо точно получить однозначно правдивый ответ, кто стоял за ними. Этот ответ именно не полумерый, не полуправда, а именно абсолютно точно подтвержденная фактами правдой – это то, что ждет общество от вот этих событий. Потому что если этого не произойдет, то, я думаю, в обществе будет огромное разочарование. Вот, и поэтому если смотреть, то, в общем-то, основное зло – это третья сила. Погибли со стороны правоохранителей наши соотечественники, погибли наши соотечественники со стороны нервных демонстраций. Это все наши граждане. Это все наши граждане, которые погибли с той, с этой стороны. Более того, я думаю, вот эти жертвы со стороны правоохранителей, этой третьей силы, также были заложены в свою статистику. Почему? Потому что, ну, какой мятеж и митинг происходит без жертв со стороны правоохранителей? То есть, как те граждане, которые погибли со стороны мирной демонстрации, случайные прохожие, так и те наши граждане, которые стояли в форме, они все выступили для этой третьей силы пушечным мясом, которым было абсолютно вот этой третьей силе было абсолютно наплевать, конечно, на эти жертвы. То есть, это было абсолютное равнодушие и цинизм. То есть, они воспользуясь вот этой ситуацией, воспользуясь недовольством народа и взяли, подтолкнули вообще в другое русло, получается, в протестах. Да, и понятно, что сейчас как бы везде, во всех соцсетях, везде уже фигурирует это, скажем так, это развитие событий уже фактически как, наверное, ясная. Основная версия. Основная версия, ясная для любого здравомыслящего человека. И теперь требуется четкое, нормальное расследование. Потому что, ну, не может быть совпадением, знаете, когда выходят эти подготовленные агрессивные молодчики, и буквально за несколько, там, за десятки минут до этого, организованно милиция покидает свои посты. То есть, ясно, что они получили команду, да. Мы знаем, что команду получили органы Комитета национальной безопасности, да. То есть, ну, я в свое время, там, в бытность свою, в молодости работал на Петровке 38, это ГУВД Мосгорисполкома. Вот. И я точно знаю, что во время вот таких митингов и так далее всегда происходит усиление. То есть, это называется усиление, то есть, работники правоохранительных органов, они не уходят по домам, они находятся на рабочих местах или находятся на местах своей дислокации. И нонсенс, да, когда вот происходят вот эти митинги, да, дается команда Комитету национальной безопасности, подразделения Комитета национальной безопасности, разойтись по домам, да, и до особого распоряжения сидеть дома, оставив оружие. Это, ну, в прямую, да, как бы нарушение всех инструкций, да, если говорить о том, что это не могло произойти случайно. Да, я хочу напомнить, что Мухтар как раз знает, о чем говорит, потому что в момент тоже трагических событий августа 1991 года находился непосредственно в Москве и видел, как работали правоохранительные органы. Да, я видел, когда подобные конфликты, ничего не меняется. Вот, и здесь надо понимать одну вещь, да, вот эта третья сила поступила вот тем разрушительным детонатором, да, которая перевела мирный митинг на рельсы насилия. Вот, и здесь надо тоже понимать одну вещь, да, что они, вот эта третья сила послужила инструментом, да. Инструмент сам по себе, он, скажем так, он может быть и созидательным, и разрушительным. Возьмем молоток, да, он им может, с помощью него может построить дом или развить окно. Вот, важно, в чьих руках находится этот молоток. И поэтому для нас, да, кто направляет эту силу. И для нас наиболее важным является, конечно, установить, кто организовал эту силу и кто направил эту силу в это русло. И это, наверное, тот ответ, который общество ждет сейчас от власти и от расследований. Ну вот еще хотелось бы поговорить немножко тоже о причинах, потому что мы понимаем, что причины-то, конечно, они были, да, как бы для народного недовольства, да. И президент недавно сказал, что вот эта оголтелая коррупция, которая существовала в обществе, она явилась триггером вот этих всех, всех вот этих протестов, которые произошли. Вот если брать не то, что непосредственно вот эту ситуацию в январе, а вообще в целом подспудно, как вы считаете, что, ну вот, вытолкнуло людей на улице? Здесь, конечно, совершенно очевидно, да, надо просто послушать те же требования людей, да, вытолкнуло на улицу недовольство экономическим своим положением, да. Большинство людей у нас выживает от зарплаты до зарплаты, при этом часть людей не знает, куда потратить деньги, да. Вот, это вот социальная несправедливость, экономическая несправедливость. Понятно, это все накопилось, да, и поскольку у народа и у людей не было другой возможности донести свое недовольство, да, они же не могут донести это недовольство через депутатов, поскольку этих депутатов они не выбирали, да. И эти депутаты в целом не интересуются мнением своих избирателей, поскольку по-большому, как бы, они назначены, они выбраны. И понятно, что это вот подтверждает тот факт, что никого из депутатов не было во главе тех же людей, которые выходили со своими мирными законными требованиями. Вот, это большая проблема. Но здесь я бы сказал, что у нас еще одна проблема, и я считаю, она колоссальная проблема стоит в связи с этими событиями, это раскол общества. Вот, после этих событий у нас, на самом деле, произошел раскол общества, то есть мы разделились на образованных, необразованных, мы разделились на городских, сельских, пригородных, да, на маргиналов, обеспеченных и так далее. Вот, то есть произошел раскол общества на правоохранителей, там, мятежников, мирных демонстрантов и так далее, и так далее. И вот этот раскол общества, он продолжается, продолжается сейчас, да. Вот, и я думаю, что для того, чтобы проводить какие-то реформы в стране, да, нам необходима консолидация общества. Знаете, вот я сейчас приведу один пример такой, да, который в бытность свою случился в Казатомпроме, вот, и который, наверное, как бы можно воспринимать, как социальный эксперимент. 2007 год, лето, я находился в какой-то зарубежной командировке, где-то в Европе, поскольку мне позвонили, ну, где-то под утро, часа в 4 утра мне позвонили, зазвонил мой сотовый телефон, я поднимаю, и звонят мои коллеги и говорят, Мухтар Акиныч, у нас проблема. Я говорю, что случилось? Они говорят, вот мы строим рудники совместно с японцами в Казалардинской области, и жители близлежащего к руднику населенного пункта, назывался он Байкинжи, вот, они ночью пришли к нам на строительную площадку, устроили коллективную драку, сожгли там вагончики, разломали ряд строений, которые уже были построены для рудника. Вот, поэтому мы сейчас находимся вот здесь в селе, вызвали милицию, всех участников этой ночной драки мы задержали, вот, и сейчас мы хотим вот принять меры. А не просто требования какие-то были? Почему? Что? Знаете, вот я спросил, что они требуют, толком мне никто внятно не объяснил, сказал, ну вот, начали мне объяснять, что это маргиналы, понимаете, вот маргиналы, которые выпили и решили там устроить буйство там на... Да, порушить и так далее. Дальше я разговаривал с начальником милиции, вот, который мне сказал, Мухтар Акиныч, понимаете, вот эта вот группа населения, которая вот живет в селе Байкинжи, это спортики такие, да, они вот постоянно являются источником вот этих криминальных кадров, которые поставляются во всю Казалородинскую область. То есть это такое маргинальное село, вот, и если вы не примете сейчас жесткие меры, то в будущем вы будете постоянно сталкиваться с этими набегами, вот, а поскольку тут работают японцы, там это международное предприятие, плюс уран, опасное предприятие, поэтому надо принимать жесткие меры. Вот, я спросил своих коллег, я говорю, что вы предлагаете принять, какие меры принять, чтобы в будущем это не повторилось. Вот, они мне говорят, мы хотим вот провести народный суд прямо там, в поселке, собрать все население поселка, провести очень жесткий суд, дать максимальные сроки, которые возможны, чтобы превратить вот эту всю маргинальную часть, говорят, в лагерную пыль. Вот, и тогда, может быть, следующее поколение жителей этого поселка сто раз подумают, прежде чем пойти и разрушить наши объекты, находящиеся рядом. Я сказал, знаете, я бы согласился с вами, если бы это были марсиане. Но, к сожалению, это не марсиане, это ваши соотечественники. И, в конце концов, этот рудник мы строим для них, мы же национальная компания, мы не строим этот рудник для себя, мы строим этот рудник для них. Но они не видят почему-то связи между этим рудником, который мы строим, и собой, и своим будущим. И это основная проблема вообще наша, а не их проблема. Поэтому я, давайте так, я ложусь спать, досыпаю до шести, потому что у меня еще тут встреча, но через два часа я вам перезваниваю, и вы мне докладываете новые меры, которые основаны на одном тезисе. Это ваш народ. Другого у вас нет. По итогам этого доклада, давайте я тоже приму решение, с теми ли коллегами я работаю. Вот, я уснул, в шесть утра я им перезвонил, они мне сказали, Мухтар Акиныч, мы как бы предлагаем следующее. Мы собрали Ахсахалов, и они поручились, что в будущем жители поселка не доставят нам этих проблем, особенно молодежь. Второе, мы решили из числа вот этой спортивной молодежи, действительно спортивной, подготовленной, набрать часть людей в службу безопасности Казатомброма, после прохождения аттестации, обучения и так далее. Дальше, поскольку идет строительство, и необходим достаточно большой объем неквалифицированного труда, то те жители поселка, которые хотят принять в этом участие, мы обязали строителей, чтобы их приняли на работу. И на все должности, которые не требуют специальной подготовки, использовали только жители этого села. Если, как бы, вы используете всех, кто захотел работать, дальше вы можете уже брать со стороны. Но право первого выбора остается за жителями села. Третье, мы провели опрос, и те, кто хочет в будущем работать на этом руднике, вот, мы проведем их через наши профессиональные технические училища, и они приступят к работе в качестве полевого персонала на вновь построенном руднике. Дальше, мы посмотрели, здесь очень, как бы, в аварийном состоянии находится школа, мы решили отремонтировать школу. Дальше, мы посмотрели, есть проблемы с водой, мы решили пробурить скважины и обеспечить чистую воду. Дальше, мы посмотрели спортивную площадку, вот, которая есть в поселке, и она находится, действительно, очень много людей занимающихся спортом, но она находится в катастрофическом состоянии, поэтому мы решили сделать хорошую спортивную площадку, оснастить спортивными снарядами. Более того, мы из числа местных жителей выберем тренеров, которые будут обучать и тренировать. Это вот те вещи, которые, на вскидку, мы решили сделать. Дальше, мы, конечно, дополнили еще садиком, который надо построить. Вот, потому что в дальнейшем предполагалось еще, ну, скажем так, те вновь растущие поколения, которые вырастут в этом селе, они должны получить хорошее образование для того, чтобы мы дальше могли их отправить на обучение, и чтобы они могли получить высшее техническое образование, и прийти уже не только в качестве полевого персонала, рабочих специальностей на вот эти находящиеся рядом рудники, а уже в виде инженеров. Поэтому вот эти меры, они сказали, мы собираемся сделать, я сказал, хорошо, одобряется, и мы вот то, что мы запланировали, я вот специально, чтобы не быть голословным, недавно позвонил и узнал, на самом деле все, что вот я сейчас говорил, оно все было сделано, но это еще не конец истории. Конец истории, даже не конец истории, а, скажем так, промежуточная его часть, она произошла в феврале 2009 года, ну, буквально там уже там за несколько месяцев до моего ареста. За три месяца до вашего ареста. Мы открывали совместно с японскими нашими партнерами эти рудники, и там присутствовал посол Японии в Казахстане, замминистра японских был президент Марубени и президент компании Тошиба, Нишида-сан. И вот стоя вместе с Нишида-саном, он мне сказал следующее. Джаки Шефсан, оказывается, японские рабочие и казахские рабочие очень схожи между собой. Я, говорит, наблюдал одну такую сцену, проезжала машина, и грязь с колес попала на стену цеха. А пробегающий мимо рабочий, увидев это, побежал за тряпкой и протер. Ни в одной стране мира, где мы работаем, ни в Японии, ни в Америке, ни в Европе, ни американский, ни европейский рабочий не будет этого делать. Это не входит в его обязанности. Это может сделать только японский рабочий и, как я сейчас убедился, казахский рабочий. Потому что и японцы, и казахстанские рабочие относятся к предприятию, как к своему родному. Это вы были на том руднике, где были в 2007 году, где были вот эти беспорядки, которые перевернули. И более того, этот рабочий, который протер стену этого цеха, это был житель села Байкинже, которого мы подготовили. Это тот, кого хотели превратить в лагерную пыль. Это тот маргинал, который ничем не интересуется, только грабить, заниматься криминалом и так далее. Именно такую характеристику давали этому человеку буквально два года назад. И ровно через два года назад, я потом повернулся к своим коллегам и говорю, понравилось то, что сказал про нашего работника, президент крупнейшей в мире компании, известной в мире компании, Тошиба. Они говорят, да, понравилось. Я говорю, а ведь это лагерная пыль. Именно тот, кому человек, которому вы не давали право на будущее, отрицали его право на будущее и право измениться. И видите, как он нас удивил. Он стал гордостью не только нашей компании. Вы же понимаете, что президент Тошиба, поехав завтра за рубеж, он будет эту историю рассказывать везде. И везде будет говорить, что отношение казахстанских рабочих к своему предприятию. Точно такое же, как отношение японских рабочих. И последнее, что мне добавил Нишида-сан, он сказал, мы спокойны за свои инвестиции, поскольку работники с таким отношением к предприятию сделают все, чтобы предприятие было успешным. Вот это я считаю, да, я эту историю рассказал для чего. Вот часто вот в соцсетях сейчас возникают вопросы, огромный слой маргинального населения появился, вот они участвовали в мародерстве и так далее, и так далее. И мы фактически считаем это той проблемой, которая нерешима. Мы считаем это той проблемой, которая ставит крест на нашем будущем, поскольку эти люди измениться не могут. Эта история показывает. Те люди, кого мы сейчас, скажем так, пренебрежительно относим к этому маргинальному слову, говорим, он очень толстый, очень широкий в нашей стране, да, эти люди, поверьте меня, могут очень сильно удивить. И мы еще будем гордиться теми, кто выйдет из этих слоев. Для этого им нужно показать будущее. Им надо показать возможность, куда развиваться. Вот, вот тот социальный, это можно назвать социальным экспериментом, потому что, ну, в принципе, скажем так, эти события, они созвучны с тем, что происходит сейчас. Только в отличие от сегодняшних событий, среди всех тех, кого мы задержали, не было мирных демонстрантов. Там были, условно, в кавычках, все террористы, да, все, кто участвовали в этой коллективной драке. Но мы дали им шанс. И эти люди нас очень приятно удивили. Недавно я просто на всякий пожарный я позвонил узнать, может быть, действительно, те мои пожелания, которые я в свое время заложил, может быть, они не дали результат. Но как сейчас я выяснил, и как мне сказали мои бывшие коллеги, они сказали, на самом деле, вот те школы, садики, которые мы построили, привели к тому результату, что сейчас в селе Байкинже появилась целая плеяда инженеров, которые работают сейчас на этих предприятиях. То есть их отцы начинали работать на рабочих специальностях, на наших предприятиях, а их дети уже работают инженерным, в инженерном составе и инженерами работают на наших предприятиях. ИТР, и мы достали они. Это ИТР уже. Понимаете? И помимо там, условно, зоотехников, там и учителей, это вот тот слой сельской интеллигенции. Появились сейчас инженерные специальности, и целая плеяда появилась молодых ребят, которые работают инженерами. Потому что с тех пор уже, ну сколько? 15 лет уже прошло. 14 лет прошло. 15 лет уже в этом году. Да, 15 седьмого года, 15 лет прошло. Ну это было летом, считай, 14 с половиной лет. 14 с половиной лет. Если называть точно, да. То есть сменилось уже вот. И поэтому мы в свое время такой политики придерживались везде. Мы строили садики, мы строили, я помню, мы открывали один садик, не в нашем поселке. Вот. Представьте себе, саманный поселок, посреди которого стоит двухэтажный, шикарный современный садик. Вот. И там с нами присутствовал Аким в области. Он мне говорит, а имеет смысл строить такие садики в таких поселках? Я говорю, а почему не имеет смысл? Вот. Чем эти дети хуже, чем дети, живущие в городе? В городе, да. Только своим географическим происхождением, что ли? Потом поймите одну вещь, да. Строя такие садики, мы приучаем с детства ребенка к красоте. И мы приучаем ребенка к тому, что жизнь может быть другой. Чтобы он видел в себе силы, да, и видел в себе стремление изменить свою жизнь к лучшему. Потому что воспитываясь в таком садике, да, вокруг, когда он видит благо цивилизации, да, а не в саманном каком-нибудь доме, да, он видит, чему надо стремиться. Это первое. Это первый шаг. Следующая школа, которая дает ему нормальное образование, которая отремонтирована, и он учится там, сидит в телогреке там, да, и ходит на эти занятия, поскольку надо, да, потому что он ходит туда реально получать знания. И дальше, получив эти знания, он может продолжить свое обучение, да, и предприятие, Казатомпром, помогало в этом. Мы специально как бы направляли детей, так же, как вот детей села Байкинжи, мы отправляли в Томске политехнические, мы отправляли в высшее учебное заведение, платили стипендии, вот, позволяли этим детям, вот, этим уже юношам потом достигнуть той цели, которую они в себе зародили, находясь в этом красивом садике, стремясь к более другому будущему, не к этим саманным домикам. Вот, и поэтому я, когда позвонил и спросил сейчас, вроде, просто ради интереса, потому что вдруг я сейчас буду говорить о чем-то, да, что не реализовалось. Ситуация изменилась, да, ситуация изменилась, меня посадили, и там могло измениться все, что угодно, да. Но, к счастью, вот, то, что мы успели заложить, оно дало свой результат, и мне сказали, что да, действительно, 70% персонала, который работает на этих рудниках, это жители... Того же села, да? Этого села, жители, которые проживают там. Мухтар, все очень понятно, да, вы сделали ситуацию примирения, да, как бы в рамках вот этого конфликта, который произошел в 2007 году, дали шанс людям, обучили их, дали им возможность. Я думаю, что нашему обществу, наверное, тоже, это мое глубокое убеждение, мое личное мнение, я хотел бы высказать, да, нам нужно тоже какое-то примирение понять и попытаться интегрировать вот всех людей, которые вышли на протесты и заняли даже жесткую позицию, они, да, были там в числе грабителей, мародеров были, да, как бы, да, их как-то интегрировать в нашу обществу. Но что нужно сделать? Это же, это, это, Алма-Ата, это не село там условно, это там на площади, и в магазин играют 20-30 тысяч человек, это огромная масса людей. Понимаете, вот смотрите, первое, что надо сделать, да, для того, чтобы у нас вот раскол в обществе не углублялся, я хочу обратиться ко всем тем, кто принимает сейчас решение по судьбам своих же соотечественников, принимая решение, во главу угла ставить, что это ваши соотечественники, вы сами могли оказаться на их месте, они могли оказаться на вашем месте, но это ваш народ, другого у вас нету, вот, поэтому принимая решение, если есть хоть какое-то сомнение в том, что вы несправедливо осудите невиновного человека, трактуйте это в пользу того человека, который является вашим соотечественником, является близким вам. Ближе этого человека у вас нет, ни один француз, ни один американец не станет вам ближе того человека, который живет вместе с вами в одной стране, потому что у вас одни чаяния, одни цели, ваши дети собираются жить в этой стране, вы планируете жить в этой стране, мы все хотим, чтобы эта страна изменилась к лучшему, чтобы наши дети получили достойную страну, надо помнить об этом. И принимая поэтому эти решения, да, не забывайте, это ваши соотечественники. Зачастую сейчас вот очень много информации, да, в прессе, о том, что происходят там пытки, переводят людей из разряда там мирных митингующих в террористы и так далее, да. Помните одно, да, это никому не надо. Вот, что те люди, кого вы пытаетесь сейчас выдать за террористом, да, зачастую не виноваты в том, что погибли ваши коллеги, что произошли эти события, в этом виновата третья сила, она истинное зло. А те люди, которые оказались со стороны митингующих и со стороны правоохранителей, которые пострадали, вот, эти люди на самом деле это пушечное мясо, которое это третья сила отдала на заклание. Потому что какой мятеж без жертв со стороны правоохранителей. Поэтому им нужны были жертвы как со стороны правоохранителей, так и со стороны мирных граждан для того, чтобы реализовать свои планы. Понимаете? И вы должны это прекрасно понимать, что это не ваши враги, это ваши соотечественники. Поэтому отнеситесь к ним так же, как вы хотели бы, чтобы отнеслись к вам. Вот это вот мое пожелание, и я думаю, это позволит нам, по крайней мере, сделать первый шаг по пути консолидации нашей общества, по пути консолидации нашей национальной идеи. Потому что для реформ нам необходима консолидация. И эта консолидация начинается в любом случае с первого шага. Сделаем давайте этот первый шаг. Потому что любая несправедливость, допустим, на сегодня, она в будущем обязательно вылезет. И в будущем многократно умножится, да, и в будущем может стать причиной опять нового взрыва. Это должны понимать все те, кто принимает решения о судьбах тех соотечественников, которых сейчас задержали, по которым ведется сейчас следствие. Матар Айкенович, согласен с вами, да, это все, это мы один народ, лучше искать какие-то пути более мирного разрешения конфликта и как-то попытаться оценить все те события, которые прошли, и сделать правильные выводы, двигаться дальше. Но теперь что нужно делать? Какие реформы нам нужны? Экономические. Для того, чтобы вот этого не повторилось, для того, чтобы не было вот этих толчков. Третья сила тоже не просто так свалилась. Они же там воспользовались недовольцем народа, народ-то реально был недоволен. Давайте так, если смотреть, ну, условно, на вот эту ситуацию с Казатомпромом Байкинжи, смотреть как на социальный эксперимент, то выход такой же. Необходимо, чтобы те люди, которые себя не нашли, да, которых вот называют маргинальная часть и так далее, чтобы эти люди видели свое будущее в этой стране, да, необходимо, чтобы у этих людей появилась цель в жизни, вот, в первую очередь необходимо создавать рабочие места. Вот, это первое, что необходимо сделать. Вот, люди, которые получают рабочие места, получают профессию, да, которые видят свои перспективы и будущее, вот, они, поверьте мне, работают по-другому, да, и психология их меняется. И пример этот я уже привел. Этот пример, это жители села Байкинжи. Это удачный эксперимент, он был. Это не какой-то гипотетический факт, а это реально случай, произошедший в нашей стране, с нашим народом. Вот, реально, со среднестатистическим народом, именно с тем народом, который вышел и занимался мародерствами, и именно вот не с той даже мирной митингующей частью, а именно с той частью, да, которая принимала участие дальше в мародерстве, грабили магазины, поджигали, да, и шли по следам вот этой третьей силы, да, усугубляя хаос. Вот, поэтому необходимы рабочие места. Что необходимо сделать, да? На самом деле я считаю, что развитие экономики, оно невозможно без политических реформ. Сейчас я объясню свою мысль. Нас постоянно кормили, помните, этой идеей, сначала экономика, потом политика, да? На самом деле, я считаю, в корне неправильно. По одной простой причине. Вот, к сожалению, нет возможности, допустим, взять Казахстан и пустить по десяти разным путям развития и выбрать лучше. Этого сделать невозможно, потому что история не знает сослагательных наклонений. Но у нас есть возможность анализировать ошибки других. Давайте просто посмотрим, да? Я попытаюсь свою мысль подтвердить примерами. Когда нам говорят, сначала экономика, потом политика, это не так. Возьмем пример Северной Кореи и Южной Кореи. Один народ, одна ментальность, один язык, одна культура, одно трудолюбие, все одинаково. Чем отличаются эти две страны? Только политическими системами. Только политической системой. Только политической системой, да. Все. Политическая система разная. Одна страна изобилия, в другой стране голод. Вот. Возьмем ГДР и ФРГ бывшие, после объединения Германии. Как минимум 10 лет понадобилось Западной Германии, для того, чтобы уровень Восточной Германии приблизился хотя бы к Западной Германии. Опять. Чем отличается? И там, и там немцы. Говорят на одном и том же языке. Одинаковое отношение к труду. Одинаковая ментальность. Только политическая система. Поэтому, когда мы говорим о политической системе, вот, она является фундаментом развития рыночной экономики и вообще экономики страны. Я приведу, наверное, еще более прозаичный пример. Вот представьте. Я, помните, в свое время приводил пример со Стивом Джобсом, да. Недоучившийся студент, который как бы взял и создал компанию Apple, которая по капитализации гораздо больше, чем капитализация России. Вот представьте. Один недоучившийся студент с одной стороны, с другой стороны Россия. 140 миллионов человек, самая большая страна в мире с огромными ресурсами, стоит дешевле, чем компания, созданная этим недоучившимся студентом. Вы представляете, какой вклад он внес в экономику Америки? Мировую экономику. Давайте начнем сначала с экономики его страны, экономику Америки. Какой он внес вклад в экономику своей страны? Сколько он создал рабочих мест в этой экономике? Плюс, какое огромное количество рабочих мест он создал для других стран. Давайте теперь представим такую ситуацию. Представим американского Агашку, который, глядя на Стива Джобса, у него возникает идея. Ну, представим, что моральными качествами он от нашего Агашки не отличается. И, понятно, у него сразу возникает в голове идея. А неплохо бы мне забрать вот это богатство у Сива Джобса. С какой стати? Я вот Агашка сижу без богатства, а вот тот умник нашелся, понимаешь, богатый такой. И он начинает осуществлять свою идею. Получится у него это сделать в Америке? Невозможно. В Америке невозможно. Почему? Независимая пресса тут же поднимет шум. Независимая прокуратура возбудит на него уголовное дело. Независимый суд отправит его в тюрьму. Более того, он на Агашке перестанет быть. Он же избирается избирателями. Избиратели отвернутся от него. И все, на этом все закончилось. Поэтому система не позволяет ему реализовать свои вот эти, на самом деле, низменные привычки и низменные желания. Давайте посмотрим теперь в Казахстан. Появился у нас Стив Джобс. Вы думаете, он сможет создать и Apple? Он не дойдет до Apple. Он сядет еще на подходе. При создании компьютера Macintosh уже будет сидеть в тюрьме. Почему? Потому что кто остановит нашего Агашку? Независимая пресса? Ее нет. Независимые суды? Вот поверьте мне, за все это время, сколько я сталкивался с судами, я не видел ни одного независимого судью. Поверьте мне. Вот мой, к сожалению, опыт показывает, что я... Ну, нет ни одного суди, к которому я мог бы обратиться в вашей честь. Ни один из них этого звания не заслуживает. Независимая прокуратура, то же самое. Пока не встречал. Я видел, у меня был один такой интересный случай. Помните, когда в Караганде при попадании в лагерь меня избили? В Долинке, да? В Долинке, да. И там этим занялась прокуратура. Был один очень молодой работник прокуратуры. Он, видно, только пришел с института. И он мне начал говорить. Мухтар Аркадьевич, я вот там установил. Оказывается, там проходили по пропускам. По камерам я поднял. Я там могу определить, кто. Я вот сейчас пойду, руководству доложу. И мы найдем тех, кто вот бил вас. Потом он вернулся ко мне через неделю и сказал, знаете, я вот пришел, поговорил с руководством. И, короче, они мне все запретили. И поэтому мы видимся с вами последний раз. Я подал заявление, рапорт об уходе. Я не хочу работать в такой прокуратуре, которая не защищает закон. Я встретился только с одним прокурорским работником. И то он работал в прокуратуре только три месяца. И который свой выбор сделал и ушел с прокуратуры, поскольку это не соответствовало его идеалам. Поэтому независимая прокуратура. Дальше. Конструктивная оппозиция. Она должна быть конструктивной оппозиции. Если не будет конструктивной оппозиции, то, извините меня, мы будем узнавать о мнении народа на улицах. А не тем конституционным способом, который мы специально заложили в нашей конституции. По идее, если у народа не будет возможности доносить свои проблемы до мест принятия решений тем способом, который заложен в конституции через своих представителей, через депутатов, то они будут доносить эти решения через митинги или через революцию. И мы это все видели. Да, этим могут опять воспользоваться другие силы. Да, этим могут и другие. И опять мы по кругу. И черт с ним с этими силами и с их борьбой за власть. Самое страшное, мы опять потеряем соотечественников, которые ни при чем. Поэтому вот нам необходимы ответы на те вопросы, что же произошло, необходимы вот эти политические преобразования, необходимо сделать выводы из тех уроков, горьких уроков, которые мы приобрели с вами. В противном случае все эти жертвы, как со стороны гражданского населения, как со стороны правоохранительных органов, они окажутся бессмысленными. Окажется, что наши соотечественники погибли зря. Вот. Хотя бы из этого мы должны сделать вывод и не повторить в будущем того, чтобы то, что произошло сейчас, не произошло с нашими детьми. Вот. Поэтому политические реформы, они необходимы. Это не вопрос власти. Поверьте. Это не вопрос того, что кто-то рвется к власти и хочет занять какие-то властные кресла и так далее. Это просто вопрос фундамента, фундамента экономического здания. Да вообще стабильности нашей страны. Нельзя построить небоскреб, если у тебя нет фундамента. Вот. Это фундамент, который нужен для нормального развития экономики, чтобы появились свои стивы джобсы в стране, чтобы они создали рабочие места, чтобы появилось огромное количество талантливых людей, и они все получили равные возможности. Потому что, смотрите, мы постоянно вспоминаем поколение там, младой тюрковы, да? Что произошло? Что произошло, что в 90-х годах появилась плеяда, да? Действительно, профессиональных управленцев, а после нет. Что произошло? А произошло то, что тогда власти было все равно на бизнес. И эта плеяда выросла в результате обычной свободной конкуренции. Посмотрите на тех же, кого вы называете молодой тюрками. Никого из них, ни у кого за спиной нету родителей из стартового капитала. Это не представители золотой молодежи, это те, кто выжили в этой конкурентной среде, когда государству не было дела до этой конкуренции. Если мы с вами создадим такую же конкурентную среду, при которой все будут иметь равные шансы на успех, поверьте, огромное количество появится молодых людей, глядя на которых, мы просто уйдем в сторону. Поскольку они будут и профессиональнее нас, и грамотнее нас, понимаете? И более энергичнее. Причем это очень быстро может это появится очень быстро, мгновенно. Экономика, кстати, если когда справедливая система, быстро запускается. Да, потому что в результате конкуренции появляются как раз конкурентные личности. И то же самое необходимо сделать в политике. Политика должна быть конкурентная. То есть политик должен конкурировать за голоса избирателей, а не за слушать мнение того, кто его назначил. Голоса избирателей. Вот что должно быть важно. И как только мы это сделаем, политики будут конкурировать за голоса избирателей, они вынуждены будут слушать избирателей. Они вынуждены будут отражать интересы этих избирателей через имеющиеся конституционные органы, через парламент, через принятие законов. И тогда необходимости не будет ни в митингах, ни в революциях. Понимаете? Произойдет путь реформ не связанный с насилием. Вот что важно. Но если этого не будет, то опять же я говорю, как выражать мнение народу свое, если те, кто принимает это решение, не им избраны. И абсолютно не интересуются их проблемами. Вот это я считаю колоссальная мина на будущее, которую надо исправлять. В противном случае опять это все приведет к взрыву. К тому же самому, да? Да, к тому же самому. Понятно, да. Я полностью с вами согласен. Политические реформы нужны. Да, это абсолютно точно. А то, что касается экономических преобразований, что бы вы предложили сделать? Да, вот ваше видение. Мы сейчас начали с фундамента. Здание строится постепенно. Первое. Я сказал, что необходимо для начала заложить, по крайней мере параллельно. Это фундамент политические реформы. Дальше. Теперь давайте говорить о здании. Понятно, я не оракул. Я не могу дать ответов на все вопросы. Но я вместе с вами там среди вопросов тоже есть, как вот ваше там алгоритм мышления. Давайте порассуждаем вместе. Первое. Опять же, вспоминая вот этот социальный эксперимент, проведенный Казатом Промом, который, я считаю, колоссально успешный оказался. И, наверное, это и есть выход из нашей сегодняшней ситуации. Нам надо создать рабочие места. Первое. С чего можно начать? Мне кажется, надо провести анализ тех предприятий, которые уже сейчас работают. Тех предприятий, где достойная зарплата. Тех предприятий, которые требуют квалифицированных навыков. То есть, для работы на которых вновь принимаемый сотрудник должен пройти обучение, хотя бы рабочее обучение, научиться и так далее. Давайте посмотрим на эти предприятия и зададимся вопросом. Могут ли они увеличить количество рабочих мест? Что им мешает? Рынки, какие-то ограничения государства, что мешает? Проведя этот анализ, мы наверняка найдем резервы для того, чтобы увеличить количество рабочих мест в этих успешных, работающих, созданных предприятиях. Которые уже работают. Которые уже работают. И которые зарекомендовали. Какое-то количество рабочих мест, которые, поверьте мне, имеют право на будущее. Вот. Мы создадим. Гарантированно. Причем, это не будет нам стоить каких-то колоссальных денег, поскольку оно и так, это предприятие, успешное. Чем выдавать деньги людям, которые коммерческого ларька не открыли, и которые будут рассказывать о проектах, что он откроет здесь город, сад, завод, и в оконцовке выходит это в пшик. Мы все это видели за эти 30 лет. Когда перерезали ленточки, и после того, как уезжали комиссии, тут же этот завод закрывался. Все это, всю эту бутафорию мы видели. Понимаете? Вот. Поэтому это, наверное, первый шаг, который будет достаточно эффективный. Дальше. Что необходимо развивать? Давайте здесь разобьем на две вещи. Первая вещь это вопрос, скажем так, связанный больше с импортозамечением. Вторая вещь это вопрос с новыми производствами. Сейчас я немножко, может быть, углублюсь, скажем так, в историю денег. Я не буду там углубляться в фиатные деньги, там, в запас, там, и так далее, в золотой эквивалент. Я объясню на пальцах. Вот есть страна, для того, чтобы в этой стране наладить торговлю, мы ввели деньги. Потому что, ну, невозможно там условно менять вот стакан воды на пиджак, там, и так далее. Нам нужен эквивалент. Эти деньги мы ввели, эти деньги, мы назвали тенге, эти деньги предназначены для того, чтобы казахстанец мог, заплатив этими деньгами, получить тот товар, который ему нужен. Вот. Дальше. Введенная эта валюта, она, на самом деле, имеет значение только для страны. с этой бумажкой, если ты ничего не производишь для окружающего мира, ты ничего не купишь в окружающем мире. То есть, эта бумажка внутри твоей страны, ты можешь купить только товар своей страны и продать только товар своей страны на эти деньги. Это бумажка внутри страны. Эта бумажка приобретает конвертацию и хождение только в том случае, если страна начинает производить что-то, что она может экспортировать за пределы своей страны. Получая там бумажки других стран, мы можем на эти бумажки покупать товары из тех стран. И таким образом идет так называемое международное товарное разделение. Это кто-то производит телефоны, кто-то машины, мы покупаем немецкие машины, японские машины, мы покупаем телефоны, корейские, американские и так далее. Мы можем это сделать только потому, что мы поставляем товар, который нужен американцам, японцам, корейцам и так далее. Этот товар, если мы сейчас посмотрим на структуру экспорта Казахстана, это сырье. Если мы за пределы страны вывозим товара больше, чем привозим внутрь пределов страны, это называется положительный торговый баланс страны. Это в двух словах, просто чтобы общее понимание было. Вот, если мы вывозим меньше, а завозим больше, это отрицательный торговый баланс страны. И сила нашей валюты, она зависит от торгового баланса, а также зависит от преобладания нашего экспорта над импортом. На сегодняшний момент мы торгуем только сырьем. Мы не торгуем ничем, что было бы предметом нашей интеллектуальной собственности. Когда кончится сырье, кончится это благодатное время, торговать нам будет уже нечем. Давайте посмотрим, как же мы распоряжаемся тем, чем торгуем мы сейчас. Если мы сейчас посмотрим на потребительскую корзину, вернемся, потребительская корзина обычного казахстанца. В первую очередь это продукты питания. Я не думаю, что большинство казахстанцев с утра до вечера каждый месяц покупает какие-то дополнительные электронную технику или еще что-то. В первую очередь каждое, большинство, 90% наверное семей Казахстана тратит на продукты питания. И это все на что у него хватает денег. На всякие гаджеты, на какую-то электронику, машины, предметы роскоши точно денег не хватает. Даже 95% населения. Поэтому это означает, что основная корзина потребления казахстанца рядового это продукты питания. Давайте теперь заглянем в эту корзину. И мы с удивлением обнаружим, что там не так много на самом деле казахстанских продуктов. Там хватает продуктов, которые мы покупаем за валюту, которые мы покупаем за те деньги, которые мы выручаем за свои недра. Наши недра кончаются. Мы покупаем на эти деньги, вырученные за наши недра, которые кончаются, покупаем продукты питания, Их используем, и, скажем так, через день-два, в зависимости от физиологии организма, они превращаются уже в продукт, который точно товарным не является, уходит в канализацию. Значит, у нас происходит круговой оборот. Нефть из-под земли, металл из-под земли, продажа за рубеж, сюда продукт питания, и в оконцовке во что превращается наше богатство? В канализацию. Вот. И этот процесс у нас идет уже 30 лет. Вот. Первое, что возникает как желание, ну давайте хотя бы прекратим ту твердую валюту, которую мы выручаем за свой экспорт, превращать в дерьмо. Давайте в этой корзине, которая есть у казахстанцев, большую часть продуктов заменим казахстанские. И тогда мы можем эти продукты покупать не за доллары, не за твердую валюту. Мы будем покупать ее за внутреннюю нашу валюту тенге. Это создаст и рабочие места, это создаст в любом случае независимость от курса доллара. Ну, изменился курс доллара. Вам какая разница? Если вы все расчеты введем в тенге, если себестоимость наша формируется в тенге. Вот. Понятно, я говорил про эти идеи, мне говорили, вот, там масса критики была в том, что было масса программ, сельскохозяйственных программ, которые в оконцовке ни во что не вылились. Ну, давайте делать анализ, почему они ни во что не вылились. Это же важно, да. Так же, как в бизнесе, да, вы что-то делаете, у вас не получилось. Вы же не говорите, а, это делать не буду, потому что не получилось. Вы анализируете, почему не получилось. Если, как бы, вы видите, что препятствия непреодолимы, вы перестаете идти в эту сферу бизнеса, занимаетесь другой. Или же вы находите свои ошибки, исправляете их, у вас все получается. Ну, давайте сделаем анализ. Почему те деньги, которые мы выделяли на эти сельхозпрограммы, почему они не дали результат? Это не потому, что программы плохие. Просто эти деньги, наверное, не дошли до тех, кто может воплотить это в действие. Инструменты, значит, не устраивают. Ну, давайте поменяем инструменты и продолжим эти программы. Давайте создадим обратную связь между теми, кто создает прибавочную стоимость, и теми, кто выделяет эти деньги. Давайте уберем посредников между ними, понимаете? Это просто необходимо сделать анализ. Но делать это импортозамечение надо, потому что мы должны заместить эту потребительскую корзину. Тем более в сельском хозяйстве мы точно можем. Да, тем более в сельском хозяйстве. У нас есть территория, у нас там, понятно, у нас там есть проблемы с поливным, неполивным земледелием, зоной рискового земледения. Но всегда можно, во-первых, как бы увеличить и переработку, да, и всегда можно посмотреть и здраво подойти к районированию, да, где-то скот выращивать, где-то там, не знаю, сельхозпродукцию выращивать. Это всегда можно найти выход. Всегда можно, столкнувшись с проблемами, надо просто находить выходы этой решения. Просто подумать, да. Просто чуть-чуть сесть и подумать, да, а не тупо идти и не стукаться опять об эту стенку. Вот, но эта программа, это на самом деле, она не является, это не проблема программы, это проблема ее реализации. То есть проблема в людях опять все равно в любом случае. В людях, в системе реализации, мотивации, что они хотят. Я не знаю. Это каждый, это надо выяснять просто-напросто. Надо узнать у тех же, у тех людей, которые нуждаются в деньгах для того, чтобы увеличить сельхозпродукцию, да, увеличить переработку и так далее. Что им мешает? И разбираться с этим. Вот и все. Любая проблема решается, ну, любая проблема там не решается иногда с одного пинка, да. Надо делать массу каких-то вещей, которые в оконцовке приведут к успеху. Но это надо делать, а не говорить, что не получается ничего. А если тот, кто говорит, что не получается, надо менять этих людей и ставить тех, кто знает, как это делать. Потому что у нас зачастую что происходит, да. Вот, допустим, сейчас, Арман, я тебе скажу, ты должен сделать операцию по шунтированию на сердце. Но я не смогу. Ты мне скажешь, да, это близкий мне человек, но я не смогу сделать. Вот по одной простой причине, да, я не умею. У меня нет квалификации. Вот. А у нас зачастую, понимаете, занимаются программами, бизнес-программами те люди, да, которые просто в целом не умеют этого делать. Понимаете? У него нет никакого опыта, да, но при этом он возглавляет программы, да, создания отраслей. Как он может что-то создать, если он коммерческого ларька не открыл? Он вообще понятия о бизнесе не имеет. Понимаете? Это же вопрос проблемы тогда людей, которые назначены на эти позиции. Вот. Это что касается, как бы, замещения внутренней корзины. Что касается создания, допустим, новых производств, новых рабочих мест. Здесь также, вот смотрите, что на поверхности лежит. Ну, на поверхности лежит, на самом деле, нефть, да, мы про нее постоянно говорим. В свое время, достаточно короткое время, я думаю, немногие знают, я был замминистром энергетики. Я знаю этот период. Да, этот период как раз был связан со следующим. Меня вызвал президент и сказал, вот мне нужно реорганизацию сделать нефтегазовой отрасли страны. Мне нужен независимый человек, который со стороны посмотрит и скажет, что тут надо реорганизовать. Сколько тебе надо времени? Я сказал, ну, мне нужно три месяца для того, чтобы разобраться с нефтегазовой отраслью и предложить свое решение. Вот. Он сказал, хорошо, на три месяца ты назначаешься замминистром. Вот. Я пробыл там на этой должности четыре месяца, но за три месяца эту программу написал. Угу. Изменения нефтегазовой отрасли. Вот. Меня поразило, знаете, что? В одной из таких деловых командировок я был в компании Petronas в Малайзии. Вот. Организовал эту поездку компания Shell. Угу. Вот. Они меня привезли в Малайзию. Я познакомился с компанией Petronas. Что меня поразило? Добывая гораздо меньше нефти, они зарабатывали гораздо больше, чем мы. Их максимальный объем добычи был 25 миллионов на тот момент, да. Мы уже на тот момент больше добывали. Но зарабатывали, они входили в десятку самых доходных компаний нефтяных мира. Угу. То есть, они продавали сырую нефть только 17% от своего дохода. Все остальное у них занимало нефтехимия, продукты переработки и так далее. Я понял, что для того, чтобы наша нефтегазовая отрасль стала эффективной, необходимо увеличивать прибавочную стоимость. И в той же концепции я написал необходимость развития нефтехимии и так далее, и так далее. Это все я потом доложил президенту, и после этого я покинул этот пост и ушел. Вообще, я просился на волю, да. Я просился в частный бизнес, но меня обратно вернули в Казатомпром. И вот после этого мы там, чтобы не было скучно, сделали из Казатомпрома номер один в мире страну. И вот работая там, в нефтяной отрасли, конечно, меня многое удивляло. Ну, во-первых, что мы можем сделать? С точки зрения, допустим, обустройства тех же месторождений и так далее. Это очень капиталоемкий процесс. Мы можем поставить условие, что ставится только оборудование, произведенное на территории Казахстана. Не надо этого, понятно, делать, что вот со следующего месяца это будет. Возьмите определенный срок. И в течение этого определенного срока скажите, вот столько-то должно быть, столько-то должно быть оборудования на территории Казахстана. Вот дальше займитесь активно тем, чтобы вот, ну, если есть, производятся там лучшие в мире качалки. Ну, пригласите производителей этих лучших в мире качалок на территорию Казахстана. Пусть они здесь создадут СП с казахстанскими рабочими местами, с казахстанскими инженерами, которые вначале там условно будут учиться, потом будут уже активно принимать участие в разработке этого нефтяного оборудования. Вот, но только с этих предприятий, и не одно надо ставить, а несколько, чтобы была конкуренция. И только с этих предприятий, допустим, может покупать любой инвестор, разрабатывающий нефть на территории Казахстана. Вот, это условие мы поставить можем. В свое время, знаете, в 2008, да, восьмой год, наверное, да, я встречался с моим товарищем, это был министр атомной энергетики господин Сунчин, вот, начинался как раз кризис, и он мне сказал, правительство Китая приняло решение о строительстве масштабной атомной станции. В кризис всегда государство должно тратить, да, то есть, каждая отдельная семья экономит, государство должно тратить. Почему? Потому что деньги — это кровеносная система организма экономики. Если денег недостаточно, то тогда буксует весь организм. Что происходило, допустим, традиционные выходы из кризиса, что происходило в Америке после Второй мировой войны? Огромное количество высыпалось людей, военно-промышленный комплекс перестал работать, доходы резко подсели. Что делает правительство США? Массово строит дороги. То есть, огромное количество рабочих мест туда нужно, и полностью стопроцентная локализация. Все, что строится на дороге, все американское. Выделяя огромное количество денег из одного кармана, оно в оконцовке все эти деньги обратно получает другой карман путем налогов и так далее. То есть, рабочий получил зарплату, он идет, тратит деньги в американских магазинах, покупает продукты там, американский производитель продуктов платит налоги, и в оконцовке вот этот круговорот кончается тем, что все эти деньги, пройдя через организм экономики США, вернулись обратно в карман. А дороги, качественные дороги появились? Ну, появились качественные дороги, огромное количество людей получило доход и так далее. Придорожные кафе, Макдональдс, и так далее, и так далее. Они вышли из кризиса. Китайцы говорят, мы будем выходить из кризиса строить сам атомные станции. Я говорю, да, но там самый важный компонент, это то, что должна быть практически стопроцентная локализация. Не надо выделять деньги, если у тебя 80% денег уйдет на экспортную продукцию. Вот. Надо выделять деньги для развития внутренней экономики. На что мне господин Сунчин говорит? А у нас стопроцентная локализация по атомным станциям. Я говорю, да как? Он говорит, элементарно. Вот мы, допустим, у нас было 4-5 заводов по строительству турбин, вот, китайских. Мы один завод отдали General Electric, совместное предприятие сделали с другой, сделали с Mitsubishi. Третье сделали с французами, потом сделали с Toshiba предприятие. Да. И все эти заводы между собой конкурируют. И мы говорим, мы возьмем турбины для строительства китайских станций только с этих заводов. Ни одного, ни одной турбины из Америки не будет. Не будет ни одной турбины из Японии. Хотите свою продукцию? Открывайте здесь совместное предприятие, конкурируйте с другими, кто открыл совместное предприятие. И поставляйте, если этот рынок для вас интересен. Вот. И то же самое касается электроники и всего остального. Все комплектующие с крупнейшими и лучшими производителями в мире мы открыли здесь. И у нас стопроцентная локализация. Все деньги, выделенные на строительство атомных станций, они там планировали выделить сотни миллиардов долларов, все останутся в экономике Китая. На самом деле это очень круто, да? То же самое можно сделать с нашей нефтяной промышленностью. Вот. Мы можем, пока есть еще нефть, пока есть месторождение, мы можем добиться стопроцентной локализации всего, что связано с инфраструктурой нефтяных месторождений. Но есть контракты, которые раньше подписаны. Шеврон. Как можно сейчас шеврон? Что можно сделать? Элементарно. Там же не подписан у шеврона контракт, что он будет покупать те же самые нефтяное оборудование только там. Нет, контракт засекречен, мы его до сих пор не знаем. Нет, 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 там, поверьте мне, там такого нет. Там засекречены налоговые льготы. Они засекречены. Да, там есть как бы определенные налоговые льготы засекречены. Вот, ну, я думаю, как бы, но всего-все остальное это наше внутреннее дело нашего государства. Мы можем это сделать, да. Развивая сельское хозяйство, развивая, допустим, вот машиностроение в нефтехимии и плюс все, что связано с инфраструктурой. Трубы там и так далее, и так далее. Мы можем вот эту капиталоемкую часть, а на самом деле любая разработка месторождения очень капиталоемкая, мы можем ее локализовать в Казахстане. И можем это сделать. Просто делать надо это разумно. Не так, что через месяц там будешь покупать качалок, которых просто не существует, да. А сделать разумные сроки и в разумные сроки это делать. Понимаете? Дальше, вот тот же самый жиженый газ, ради которого, из-за которого все началось на западе. В свое время, когда я был замминистром, мы проводили совещание, я сказал, слушайте, а почему у нас так много газа попутного мы пускаем на факел? Почему никто не перерабатывает? На что мне инвесторы сказали, о, нам невыгодно перерабатывать и так далее. Я им сказал, знаете, а я ведь могу в этом вам помочь. Я вам могу сделать переработку выгодной. Сейчас вы платите штрафы за сжигание. Но если я подниму штрафы в тысячу раз, то, конечно, для вас будет выгоднее построить утилизацию, чем платить такие безумные штрафы. И это будет огромная помощь в ваших инвестпроектах. Вот, на что они, понятно, там все напряглись. Сказали, нет, это не серьезно. Я сказал, понятно, я не заставлю вас платить штрафы условно там через год. Есть время, которое необходимо для создания предприятий, которые смогут заниматься переработкой. Вот, я это время вам дам. Ну, допустим, на следующий год штраф у вас увеличится в два раза, на следующий год там в три раза. А через пять лет или через три года, когда вы уже могли построить утилизацию, но не построили, штраф у вас будет в тысячу раз. И тогда, поверьте мне, вы все построите очень быстро. А на самом деле в этом сгораемом попутном газе, который 30 лет у нас уже горит, там как раз и расположен жиженый газ. Там огромное количество жиженого газа. Более того, там огромное количество сырья для нефтехимии. И это все горит. И горит уже 30 лет. Хотя могло бы быть спокойно превращено в рабочие предприятия, в экспортный потенциал страны. В рабочие места, в конце концов, в увлечение интеллектуальной, скажем, знаний нации. Потому что там появились бы у нас свои специалисты. Квалифицированный персонал должен. Да, квалифицированный персонал, инженеры появились бы. Изделия бы из нефтехимии новые, вполне возможно, появились бы. Понимаете? Но это у нас все 30 лет горит в факеле. То есть никто этим не занимается. Это тоже направление. Новые рабочие места. И это надо делать. То же самое, речь идет о переработке. Те несчастные три завода, которые у нас достали со времен Советского Союза. Чего у нас, ума не хватило построить еще заводы? В свое время, когда мы строили и занимались созданием вертикально интегрированной компании в Казатомпроме. Я как бы разговаривая с другими бизнесменами в Казахстане, я говорил, как вам везет. Ты производишь, допустим, медь, производишь еще что-то, поднимаешь руку и говоришь, я хочу следующий передел. И к тебе выстраивается огромное количество производителей, предлагающих свое оборудование. И они тебе сами же его подключат, этот завод построят, и ты начнешь производить продукцию более высокого передела. В моем же случае, я говорю, я хочу, допустим, производить конверсию, никто мне ее не даст. Все эти технологии закрыты, все политизировано. Вон, смотрите, вы видите пример того же Ирана, который хочет заниматься технологией обогащения. Эмбарго на всю страну. У меня другая ситуация. Мне приходилось сначала политически решать вопросы, для того, чтобы я потом мог завлечь кого-то экономически, чтобы он мне передал эти технологии. Потому что передача технологий закрыта. Я безумно завидовал вот этим всем остальным отраслям, у которых нету таких ограничений политических. Я удивлялся, почему они не занимаются вот этой дополнительной переработкой. Это же так выгодно. Это же дополнительные, это рабочие места. Значит, персонально руководителям этих компаний это было не очень выгодно. Просто, я говорю, это вот вам следующее направление, куда мы можем развиваться. Следующее создание рабочих мест. Дальше. Занимаясь нефтяным машиностроением, развивая сельское хозяйство, нам понадобится сельское машиностроение. Вот. То же самое по тому же принципу, как с нефтянкой мы можем поступить и с сельским машиностроением. Нам понадобится развитие химии. Вот тебе следующий шаг. Мы можем развивать химию. Дальше. Для машиностроения нужны металлы. Вот вам, пожалуйста, дальнейший передел металлургических заводов. Выпускайте металлы для того, чтобы стали выпускайте. Вот. И это все развитие, да, оно новые рабочие места, новая дополнительная прибавочная стоимость. Это усиление нашей экономики и уход от сырьевой зависимости. Вот. То есть, вот эти вещи, да, с теми, я уверен еще, да, огромное количество есть предприятий, уже сейчас работающие. Вот этот первый анализ покажет. Не знаю, там, автомобилестроение, там, я не знаю, строительные материалы и так далее. Посмотрите. И если все это в комплексе делать, это может дать быстрый эффект. Колоссальный быстрый эффект. Это хорошо, то, что по поводу того, что вот там делать здесь более глубокую переработку. И, в принципе, можно те же компании мотивировать, да, для того, чтобы они были заинтересованы в это. Да, конечно. Хорошая, я имею в виду, это хорошая идея. Конечно, мотивировать, да. Это государство и нужно для того, чтобы создавать условия, да. Создай лучшие условия, и туда пойдут инвестиции. То есть, надо отслеживать, что ты хочешь развить. Если ты хочешь развить переработку, ну, создай условия. Скажи, допустим, снимается там на какое-то время налоги там или еще что-то снимается, да, с переработки, да. Или вклад инвестиций ты можешь делать с чистой прибыли, допустим, да. Сделай какие-то налоговые льготы, и туда потекут финансы. Вот так должно работать государство. То есть, оно должно создавать потоки для направления денежных средств, инвестиций. А эти потоки создаются условиями. И эти условия должно создавать государство. И тогда, поверьте, да, эти ниши очень быстро заполнятся. Заполнятся бизнесом и заполнятся предпринимательными людьми. А это новые рабочие места, это дополнительные доходы государства. Виталий Кокинович, еще вот продолжая тему экономическую, но это уже больше не реформы, она там связана немного с другим. Очень много сейчас обсуждается вопросов по поводу распределения богатств, что оно было несправедливо у нас в стране было, да, как бы, и сейчас заговорили о том, что можно опять сделать там народную приватизацию или разделить там национальные компании, или сделать, чтобы акции достались каждому гражданину Казахстана. Эти мысли сейчас появляют все чаще и чаще. И поверьте мне, они очень популярны в народе. Что вы думаете по этому поводу? Вот Мусарахим Ашакбаем, да, даже делал недавно программу на эту тему. Он предлагает цифровую демократию сделать. Очень быстро это все может наладить. Вот, на самом деле, да, ну, как бы, таких людей начали называть популисты и так далее. Вот я популистом оказался еще, знаете, лет 15 назад, в 2007 или 2008 году, я уже сейчас не помню, при разговоре с президентом, мы разговаривали тет-а-тет, я ему сказал следующее. Ну, Александр Ильич, вот смотрите, в свое время Советский Союз создавался усилиями всех людей. Вот, мы создали и заложили некую такую общенародную собственность. Для того, чтобы на старте каждый из тех, кто принимал участие в создании этой общенародной собственности, получил в ней долю, мы провели приватизацию. Но она оказалась неудачной, на этих словах он поморщился. Я сказал, ну, мы же вдвоем сидим, можно вещи своими именами называть. Мы провели эту приватизацию каким образом? Мы дали каждому жителю Казахстана купон. Этот купон он вложил в инвестфонды. Вы помните все это, Бутя Капитал, там масса была фондов, да? И считалось дальше, что эти инвестфонды на эти купоны купят часть вот этой общесоветской собственности, и благодаря получению дохода с этой общесоветской собственности, эти доходы будут распределены среди держателей купона. Вот, но что произошло? Купоны активно саккумулировали инвестфонды, но только на аукционы, на которые должны были выставить богатство, выставили совершенно не богатство. Выставили заброшенные автобазы, заброшенные овощехранилища в городах, которые вообще уже не существуют. Вот я помню, мы там участвовали в торговле, думали, что покупаем на купоны ЦУМ, а в оконцовке купили оборудование уральского ЦУМа. Да кому оно нужно это рухлить? И в оконцовке мы поняли, что на эти купоны весь неликвид сбросили. Из этого неликвида нельзя получить никакие доходы. И это означало только то, что эти купоны потратили на то, что не приносит денег и не является вообще народной собственностью. И той собственностью, которая создана народом в советское время. Тогда, получается, приватизацию в тихую сделали как-то. И, получается, эту приватизацию мы провалили. Народ не получил часть того богатства, которое создал при Советском Союзе, потому что богатство не дали. И я ему сказал, что есть на самом деле сейчас очень хороший шанс, допустим сказать так, что в 90-х годах были сложные годы, и действительно приватизация не удалась, потому что ничего не работало. И поэтому все, что мы передали на приватизацию, оказалось нерабочим активом. Оказалось активом, не приносившим деньги. Но мы сумели благодаря национальным компаниям саккумулировать часть вот этой собственности. И сейчас, развив эти национальные компании, мы ее сохранили. И теперь вот наступила справедливая пора часть этой собственности распределить между населением, поскольку с приватизацией у нас не получилось. Я ему сказал, давайте сделаем так, 25% оставим за государством и назовем ее контрольным. Давайте примем решение, что ни один фонд, который будет потом скупать эти акции, не может аккумулировать условно больше 5% акций национальной компании. Ни одни фонды, скуперирующиеся, не имеют права получать контроль над национальной компанией. Они имеют право получать только дивиденды. И давайте 75% всех национальных компаний раздадим поименно каждому жителю Казахстана. Рождается человек, будем выручать ему акции вот этих компаний. И он мне говорит, ну вот там нефтяники были против, по-моему, Тимиржол был против, потому что они хотят эти акции использовать для того, чтобы привлечь деньги для развития предприятия. Я ему сказал, ну, Саняпич, я же не человек с улицы. Я сам президент национальной компании. Для того, чтобы привлекать деньги для развития компании, выпуск и продажа акций, это не единственный способ. Это просто один из способов. Вот, допустим, я не намерен привлекать деньги для развития Казатомпрома путем продажи акций Казатомпрома. Почему? Потому что у меня есть кредитная линия с Японии. До 15 миллиардов долларов. У меня есть готовность всех мировых крупнейших банков участвовать в выкупе моих ценных бумаг. Я могу выпустить облигации, и они их купят. И вот они, деньги для привлечения, для развития компаний. И они длинные деньги. Потому что вот эта кредитная линия от японцев у меня на 30 лет. Облигации я сейчас могу выпускать на 7 лет. Понимаешь, и их покупают. Единственное, что мне необходимо было для этого сделать, превратить Казатомпром в стабильную компанию, которая стабильно генерирует прибыль. И поэтому все инвесторы, почему с удовольствием мне дают деньги, потому что они знают, что я их верну. Потому что я стабильно произвожу прибыль. Я компания, которая стабильно зарабатывает. И если у остальных компаний, нацкомпаний есть с этим проблемы, то, наверное, эта проблема не в том, что денег нет в мире. А проблема в том, что они доверия не заслуживают. Но тогда надо сделать так, чтобы они стабильно генерировали прибыль этих компаний. И тогда им с удовольствием дадут деньги. И никакой необходимости для развития своей компании продавать свои акции я не вижу. Это просто один из способов. Но это не значит, что именно им надо пользоваться. Им надо пользоваться в последнюю очередь. Поэтому давайте превратим все компании, назначите туда людей, которые могут сделать компании прибыльными. И все. И тогда просто-напросто они привлекут деньги из других источников. А вот эти 75% давайте мы раздадим населению. И скажем, вот не удалась приватизация, вот вам теперь часть государственной собственности. Часть национального богатства. Часть национального богатства. Ну, правда, мою идею опять тоже тогда сочли популизму. Сказали, нет, популизм не надо, ничего раздавать никому и так далее. Это и порождает иждивенческие настроения и так далее. Честно говоря, я не считаю, что это порождает иждивенческие настроения. Есть такое понятие природная рента, да? Это вот она во многих странах есть, да? Это когда с каждого там добытого из-под земли, там, килограмма полезного ископаемого, каждый гражданин страны что-то имеет там и так далее. Это фактически, ну, некий такой аналог природной ренты, да? Ну, скажем так, тут даже не природной ренты, а социалистической собственности. Да, то есть это бывшая социалистическая собственность, созданная по большому коллективным трудом. Вот, поэтому я не считаю вот эту идею, которую вы обсуждали, ее популистской. На самом деле она не популистская. Плюсов очень много сразу появляется. Первый плюс — это рынок ценных бумаг. У нас сразу живет рынок ценных бумаг. Вовлеченность населения в работу наших флагманов и национальных компаний. То есть каждый теперь будет интересоваться их финансовыми показателями, их финансовыми успехами, вот, будет следить за этим, поскольку от этого зависят их дивиденды. Это как бы возможность там продать, это возможность передать по наследству своим детям, да, это возможность получать дивиденды, дополнительный доход. Поэтому, ну, не знаю, я считаю, при нормально работающих национальных компаниях, это совершенно не популизм, это правильная идея. Вот, Артур Кыльевич, вот я просто хотел бы ближе подойти к тем вопросам, которые задавали нам подписчики в соцсетях. И вот здесь вопрос, наверное, самый популярный, это если вам предложат возглавить нацкомпанию или стать советником по экономическим вопросам в правительстве или в администрации президента, согласитесь вы или нет, вот Нахтебай, Раймбек-2006, Бекбатыров, там, очень, очень, я не знаю, это сотня вопросов именно было связано с этим. Если вам предложат поработать в правительстве, советник, да, на любой позиции, согласитесь вы или не согласитесь? Только в одном случае. Если действительно моя работа послужит реформам, если, как бы, меня пригласят просто как, не знаю, там, успокоить общество, да, там, символ человека, который доверяет и так далее, но при этом, как бы, будет только такой мотив моего приглашения, то нет, абсолютно не согласен. Единственное, что у меня есть, это мои знания, моя репутация. Я точно не хочу тратить и ложить свои знания и репутации для того, чтобы создавать видимость работы, там, или получить какую-то, я не знаю, пост. Меня не интересуют ни посты, меня не интересуют ни должности, никогда не интересовали, сейчас тем более не интересуют. Если это послужит на благо страны, если это приведет к быстрому реформированию, да, я готов. Но если это окажется все звуковыми волнами, ни в коем случае. Не хочу я тратить на это время. А вообще вы верите в то, что, там, один человек, там, без команды что-то может сделать, или все-таки должна быть общая программа? Я имею в виду про реформу, претворение реформ. Команда, конечно, нужна, потому что один человек не может уследить, необходимо делегировать ответственность. Вот, любые нормальные компании, это компании, которые создают некие такие рабочие. Вот есть огромная компания для того, чтобы она работала эффективно, быстро, оперативно. Ее разбивают на направления, сегменты, там, по товарам разбивают, создают рабочие группы, и каждая рабочая группа получает полную самостоятельность в решении своей задачи. Именно в этом случае компания становится мобильной, активной, успешной. Для этого необходимо делегировать ответственность. Если ты делегируешь ответственность, понятно, людям, которым эта ответственность точно нельзя делегировать, то ты получишь то, что ты получишь, отрицательный результат. Поэтому команда однозначно нужна. Но есть свои преимущества именно в авторитарных системах. Дело в том, что, как помните, Саакашвили говорил, реформы товароскоропортящихся. Да. Вот дело в том, что провести реформы в авторитарных странах гораздо проще. Гораздо проще, чем проводить реформы в странах, в которых необходимо долго согласовывать и так далее. Должно быть, мне понравилась здесь фраза Маргулана, когда он поработал на Украине. Он для себя сделал такой вывод, что нужен или главенство авторитаризм власти или авторитаризм закона. Ни того, ни того на Украине нет. Нет властных полномочий у президента для того, чтобы продавить реформы. И нет главенства закона для того, чтобы продавить эти реформы через парламент в нужные сроки. Все это затягивается. И огромное количество законов компенсируется необязательностью их исполнения. В нашей ситуации мы знаем, что в руках президента сосредоточена колоссальная власть. С точки зрения проведения реформ это колоссальный плюс. То есть это колоссальный плюс, поскольку решение можно принимать мгновенно. Можно в день выпустить, подписать 50 указов и изменить страну. Только вопрос, какие указы подписывать и кому делегировать ответственность. И кто будет притворять. Вот эти две вещи. Понимаете? А так, я говорю, с точки зрения стартовых для реформирования у нас хорошее положение. Плюс давайте все-таки смотреть в целом на экономические показатели страны. Если вы посмотрите на наши ВВП, мы в три раза больше узбеков по ВВП. Невзирая на то, что население будет. Мы больше Украины по ВВП. Мы там, не знаю, в пять или какой в пять? Семь миллиардов, около восьми миллиардов у киргизов. Сто семьдесят миллиардов у нас. Сравните. Восемь, сто семьдесят. Есть разница? Большая разница. Да. И возникает вопрос, как можно так плохо жить при таком ВВП? Это тоже надо иметь антиталант какой-то, понимаете? Поэтому у нас на самом деле очень хорошие стартовые условия. Стартовые условия по возможности принятия реформ и огромные возможности по тому фундаменту финансовому, который у нас есть от уже имеющейся работающей экономики. Я не беру даже фонды накопления, которые у нас там есть, и накопленные то количество денег. Просто надо всем этим суммам распорядиться. Надо, чтобы эти деньги доходили до цели, доходили до адресата. Если мы инвестируем в производство, они должны доходить до тех, кто создает прибавочную стоимость, а не теряться где-то там на уровне управленцев. Если мы говорим о социальных программах, они тоже должны быть адресными и доходить, понимаете? И при этом стоимость социальных услуг должна соответствовать ее рыночной стоимости, а не быть завышенной. Хорошо. Еще много вопросов личных. Вопрос Алма Аль-Ахметова задает. В связи с начавшимися изменениями будет ли Мухтар Иркинович подавать жалобу на пересмотр уголовного дела, которое было возбуждено? Дело в том, что пересмотр моего уголовного дела уже состоялся в 2015 году. Он состоялся в Женеве, в Комитете по правам человека. И это не просто комитет, вот в свое время, знаете, когда мы получили решение. Это суд, международный суд, в котором присутствовало, не знаю, свыше десяти судей зарубежных, которые, взвесив материалы, они смотрели процессуальную часть дела, взвесив все юридические документы, приняли вердикт, что я осужден незаконно, по законам Казахстана незаконно осужден. Против меня нарушены четыре пункта Конституции, там огромное количество уголовно-процессуального кодекса и так далее. И поэтому вердикт был однозначный, я незаконно осужден, поэтому требую немедленной освобождения и компенсации за вот это осуждение. То есть этот международный суд уже прошел в 2015 году, свой вердикт он вынес. Когда наша прокуратура ответила, что спасибо вам за ваши рекомендации, но вот у нас там комитет по правам человека ответил, ребята, это не рекомендация, это решение суда. Это решение суда, да. О чем вы? Мы все внимательно изучили, все ваши документы. Мы занимались этим год. Сидели адвокаты, сидели юристы, сидели квалифицированные международные судьи, вынесли свой вердикт, это не наше пожелание, это не наше мнение, это решение международного суда. Исполнять, не исполнять, ваше уже решение. Но оно решение, это не пожелание. Вот, и поэтому говорить о том, что подавать, ну, знаете, вот сейчас подавать, я считаю, бессмысленно на наши суды что-либо. Вот, произойдет реформа судейская, да, придут люди, к которым можно будет обращаться в вашу честь, наверное, да, надо будет это делать, подавать, потому что на самом деле, да, решение там, за рубежом, меня не считает осужденным. Потому что решение международного суда, оно главнее решения Верховного суда Республики Казахстан. И, допустим, для тех моих иностранных партнеров и так далее, я ни для кого из них не являюсь осужденным. Они никто мне не говорит, реабилитируйся в стране у себя. Они все уже знают, что я уже реабилитировал. И они все говорят, да, вот они тебя незаконно осудили. Никто не говорит, что не незаконно, ссылаясь вот на это решение международного суда. Поэтому это вот ответ, наверное, на этот вопрос. А сейчас, я говорю, в наших судах чего-то искать. Ну, как, это же признание их незаконности. Как они одной рукой приняли решение, теперь что, второй рукой будут отменять его? Пока суди не изменятся, бессмысленно туда ходить. Бессмысленно поддавать, да. Хорошо. Еще большой блок вопросов. Очень много спрашивают. Что вы думаете по поводу того, что сначала в стране нужно поднять культуру, что вот те потрясения, которые у нас были, как раз они вскрыли вот эту вот часть. То, что у нас многие люди получились так, что бескультурные, необразованные. Что нужно с этим делать? Ваше мнение. Ну, смотрите, вот для того, чтобы, да, человек стремился к образованию, он должен понимать, что оно ему необходимо. Допустим, те же жители Байкинджи, которые должны были, хотели работать у нас в поле операторами и так далее, они понимали, что для того, чтобы занять эту позицию, он должен пройти через обучение. И он проходил через обучение сознательно, усердно, для того, чтобы занять эту позицию. Те их дети уже, которые сейчас заняли позиции ИТР, они прекрасно понимают, чтобы для того, чтобы работать ИТР, им необходимо пройти в высшее учебное заведение, необходимо получить специальность. То есть должно быть стремление получить это образование. Сейчас, ну какой смысл человеку получать образование, если, получив это образование, он не получает гарантированную работу? Он не понимает, зачем он это получает образование. Если просто под эту его специальность нет рабочих мест. Потому что у нас же часто и за рубежом даже получают технические специальности, приезжают сюда и не могут найти работу. Потому что под его специальность здесь нет рабочего места просто. Просто он не востребован, не нужен, как специалист, потому что такой отрасли даже в стране нет. Понимаете? Поэтому образование ради образования никто этим заниматься не будет, особенно когда есть нечего. Понимаешь? У тебя все время уходит на какую-то работу, которую ты должен выполнять для того, чтобы просто не умереть с голоду. И это проблема государства на самом деле. Это проблема общества, создания рабочих мест. Государство должно создать условия, при которых бизнес создаст рабочие места. Потому что рассчитывать на создание рабочих мест от государства, ну есть какие-то определенные бюджетные вакансии, но мы их заполним. Но в основном рабочие места и благосостояние страны, как структуры, генерирующие собственную прибавочную стоимость, должны создавать бизнес. А государственный бизнес, к сожалению, неэффективен. Я не беру пример Казатомброма, который у нас был. В свое время я столкнулся смешно, столкнулся с одной крупнейшей иностранной компанией, которые мне сказали, «Ты нам фактически сломал весь многолетний труд». Я удивился, говорю, в смысле? Они говорят, мы написали огромный труд по результатам анализа многих стран о том, что госсобственность неэффективна. И этот труд мы хотели уже опубликовать. Но ты своим примером этого долбанного Казатомброма сводишь этот труд на нет, потому что Казатомбром оказался самой эффективной компанией атомной отрасли мира. И он государственный. И они мне говорят, работай хуже, пожалуйста. Работай, как все казахи работают. Чего ты выпендриваешься? Ясно. Ну это да, отличность. Но в целом, конечно, если смотреть на системно, то государственная собственность однозначно неэффективна. Но это социализм доказал. Еще очень много вопросов к вам. Хотят встретиться, хотят обучаться, хотят ваше знать мнение. Как вы планируете передавать свой опыт молодежи? Не хотите ли встречи организовать регулярные с молодежью? Спрашивают, какие книги вы читаете? Это от молодежи целый блок тоже. Передавать опыт, я не знаю. Многие вещи, которые мы в Казатом Проме сделали и так далее, мы с тобой уже в наших интервью осветили. Плотно осветили. Многие решения, которые я принимаю сейчас, я же принимаю не на основании каких-то книжных знаний, которые заложены в голове, и есть там рецепты решения той или иной проблемы. У меня таких рецептов нет. Я принимаю на основании просто анализа. Я просто смотрю на факты, анализирую факты, постоянно задаю вопрос, как сделать, чтобы получилось, если не получилось, то почему не получилось. Постоянно решаешь эти проблемы. И в каждом случае они разные. Просто вычленяешь главное, сосредотачиваешься на главном, и решаешь эти проблемы. Это умение мыслить, понимаете? Это не набор фактов и готовых рецептов для успешного бизнеса. А это умение мыслить, а особенно, знаете, умение мыслить, вот мне нравится, допустим, принимать решения в условиях неоднозначной информации. Это, помните, мы в свое время говорили, кризис-менеджеры. Есть менеджеры, есть кризис-менеджеры. Ну, это как шахматисты, которые играют, некоторые играют хорошо. Длинные партии, да, а есть те, кто, допустим, в длинных партиях, может, и не сильно, не чемпион мира, да, но его ни один чемпион мира не победит в Блице, где надо принимать быстрые решения, и эти решения должны быть правильные. То есть это все зависит от склада мышления, характера и так далее. Вот я, наверное, больше отношусь к кризис-менеджерам, то есть человеку, принимающему решения в условиях, когда недостаток информации. То есть как только начинается недостаток информации, начинается вообще экономика. А когда у тебя, допустим, легко принять решение, когда у тебя 90% информации, ну, когда у тебя, условно, 15% информации, 20% информации, там часто решения бывают интуитивные. Вот. И поэтому, как бы, вот эта черта характера, она просто, ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Это я не думаю. Оно с чем связано, сложно сказать. А где этому научиться? Тоже не знаю, таких институтов нет. Это, мне кажется, больше зависит от склада характера человека. Проводить какие-то встречи с молодежью? Ну, в принципе, знаете, наверное, можно, но я еще себя не считаю ментором, да, который может чего-то там молодежи говорить. Мне, наоборот, молодежь интересна с точки зрения их мышления. Их послушать, да? Их послушать, да. Вот мне больше на этих встречах хотелось бы их послушать, чем самому что-то рассказывать. Вот. То, что я, как бы, хотел рассказывать, да, из своего опыта, да, ну, в твоих интервью я попытался максимально рассказать, да. А теперь мне бы хотелось их послушать, потому что многие отрасли экономики, там, их мышление, для меня интересно, понимаете? Потому что вдруг я заржавел и отстал уже. Понимаешь, всегда хочется это посмотреть. Слушая вас, могу сказать, не заржавел и не отстал. Мы же не слушали молодежь, вдруг они еще круче и креативнее. Просто не дошли до этого. Вактарик Ильич, да, большое спасибо за беседу, содержательный интерес. Но вот то, что касается встреч с молодежью, мы постараемся обеспечить. Во всяком случае, я вот это постараюсь сделать, чтобы вы послушали, организовать такую встречу, чтобы был именно не монолог, а диалог. Ну, давайте организуем. Да. Большое спасибо. Большое спасибо за интерес. Ну, по книгам я еще хотел сказать. Да, да, да. По книгам я хотел сказать. Давайте, наверное, сделаем так. Я просто в этом самом, отдельно, как бы, в Инстаграме, там, в Фейсбуке, я дам, как бы, по книгам, которые я считаю важными, интересными, там, и для бизнеса, и для общего развития. Не так, что в общем списком, да, просто буду говорить книгу, приблизительно рассказывать, что я вынес из этой книги. Вот, некий такой мы литературный ликбез, обзор проведем. Вот, просто, сейчас можно их перечислить, эти книги, но, в принципе, как бы, хотелось бы, что каждую книгу предваряло некое предисловие, да, почему я считаю эту книгу интересной, почему эту книгу стоит прочитать. Вот, наверное, это мы отложим на будущее. Я попытаюсь чуть-чуть со сетями заняться, просто меня чуть-чуть болезнь выбила из силы, немножко, из колеи. Но через ваши соцсети, да, это, кстати, достаточно эффективно, по каждой книге обстоятельно рассказать. Ну, не совсем обстоятельно, но, по крайней мере, рассказать про книги, сделать некое предисловие, на что обратить внимание. Матарий Криндж, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Я думаю, что вопросов будет еще наверняка у наших зрителей, и, может быть, мы подготовим, если будет желание и интерес, поговорить еще раз с аудиторией и выслушать еще раз вопросы от наших зрителей и подписчиков. Хорошо. Как всегда, приятный интерес с вами общаться. Мне остается только попрощаться с нашими зрителями. До новых встреч. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.